Now I give the floor to the representative of Russian Federation. I give the floor to the representative of Russian Federation. I give the floor to the representative of Russian Federation. Our country is actively involved in providing aviation services for the organization. So, in Russia, there is a solid experience in the question of the подготовment of the camera. Mr. President, we are confident in the need of a plethora of three-sided cooperation and coordination of the efforts of education and strengthening the potential between the Secretary and the Secretary of Defense. However, not as important are the direct contact between governments, who are involved in the program and those who participate in them. In other words, we hope that the institutionalization of the coordination of the mechanism and the international cooperation of the Secretary of Defense will not create additional threats and not provoke a competition between the countries, who are provided by the program. и обучения. Рассчитываем, что эта мера будет способствовать лучшей осведомленности стран-поставщиков контингентов о доступных для них программах. Разумеется, крайне важно учитывать современные реалии, спрос, понимать, какие именно миротворцы сегодня необходимы, подготовка к каких областях наиболее актуальны. Необходимо учитывать мнение и озабоченности поставщиков контингентов. Именно их голубые каски и береты лучше кого бы то ни было понимают, какие задачи решаются в поле и какие навыки нужны для их решения. Хотели бы также заметить, что эффективность и безопасность миротворцев зависит далеко не только от того, насколько хорошо прошло обучение. Не менее важное значение имеет то, как Совет Безопасности сформулировал мандат. Это, пожалуй, наиболее ответственный этап, где задачи должны быть соразмерны возможностям. В этом плане нас продолжает настораживать чрезмерное увлечение так называемыми сильными мандатами. Нельзя забывать, что право применять силу, помимо прочего, повышает риски безопасности для самих голубых кассов, превращает их в мишень или даже сторону противостояния. Такого допускать нельзя. Задача миротворчества – сохранять мир, а не создавать новые риски. Этот вопрос, напомню, стал одним из ключевых в ходе обсуждения инициативы генсекретаря ООН «Действия для миротворчества» и особенно на этапе разработки декларации о совместных обязательствах в области миротворчества. Не секрет, что, несмотря на широкую поддержку этих инициатив, у государства сохраняются разногласия по ряду важнейших аспектов. В сентябре прошлого года в качестве официального документа Совета безопасности ООН была распространена российская официальная нота, где мы поясняли, что не можем поддержать увязывание вопросов прав человека и защиты гражданского населения, поскольку во втором случае речь идет о применении силы в соответствии с главой 7 Устава ООН. Разумеется, ни о каком наблюдении за правами человека с применением силы речи идти не может. Кроме того, мы подчеркивали, что приоритет деятельности миссии ООН должен уделяться работе с принимающими правительствами. Наконец, мы выступали и продолжаем выступать за то, что ключевая роль в определении параметров миротворчества ООН наряду с Советом безопасности должна принадлежать Спецкомитету по миротворчеству. Тогда нам казалось, что между государственными членами ООН и секретариатом сложилось общее понимание о том, что работу по поиску консенсуса в общих вопросах миротворчества необходимо продолжить. Однако, к сожалению, мы по-прежнему сталкиваемся с попытками действовать в обход Спецкомитета по миротворчеству с тем, чтобы продавливать в Совете безопасности те вопросы, по которым не удается договориться в Генеральной Ассамблее. Разумеется, такой подход нас устроить не может. Вместе с тем, мы ни в коей мере не отрицаем значение инициатив генсекретаря для вполне конкретных вопросов миротворчества. В первую очередь, это относится к вопросам подготовки и повышения потенциала миротворцев. Двигаться здесь нужно коллективно, находя правильные и сбалансированные решения. С удовлетворением отмечаем, что именно такие сбалансированные подходы и отражены в принятом сегодня заявлении Председателя Совета. Не будем скрывать, работа над ним шла непросто. Некоторые делегации до самого последнего раунда отказывались вовлекаться в нее. Однако, отдаем должное усилия индонезийской делегации. Проявившие высокое дипломатическое искусство, что в итоге позволило добиться устраивающего всех результата. Считаем и дальше необходимым работать над развитием миротворчества ООН на основе консенсуса, внимательно слушая и уважая друг друга. Только такой подход позволит в полной мере реализовать амбициозные цели, сформулированные генсекретарем в сфере миротворчества. Благодарю за внимание.